Многие считают, что основное загрязнение экологии происходит из-за автомобилей, то есть двигателей с внутренним сгоранием, классическая схема сжигания нефти, скажем так. Вот выработка электроэнергии в сравнении с использованием нефтепродуктов, насколько влияет на экологию? Очень сильно влияет. Ну, так хорошо, допустим, в Зеленограде газовых отельных, где-то есть угольные, а есть мазутные котлы, работают, вырабатывают, а есть атомная энергетика и так далее. Поэтому, если бы массировано сейчас применились эти двигатели, тепловые электростанции можно было остановить. Даже так. Это значит, не надо было сжигать углеводород для выработки электроэнергии. А там и до атомной добрались, остается гидроэнергетика. То есть это в силу того, что двигатели экономят электроэнергию, КПД можно сказать. Вот уже показывали в свое время, я делал публикацию, к чему это приводит. На меня там много шумели, что, а, это неправда, это не так. Или, хорошо, хоть одну цифру, вы провергните. Я извинюсь, если что, или там тапочки съем, что. Ну, почему-то никто не рискнул и провергать хотя бы взял и показал, что это не так. Рассуждения, ну, истерические, там, возгласы были, а провернуть никто не захотел. Что, в конечном счете, если мы экономим 1 киловатт у потребителя, да, то мы экономим 3-4 киловатта на генерацию. Если мы обратным ходом посчитаем, у нас сейчас, извините, КПД энергосистемы ниже, чем у паровоза. Поэтому было бы выгоднее поставить автономный источник энергии, выработки электроэнергии, домах и так далее, там, утилизация тепла для подготовления, прижигания топлива, для того, чтобы делать теплую воду, отопление делать и так далее. Но преимущество больших электростанций тепловых в чем? Что выбросы локализуются в одном месте, и их проще контролировать. А когда ездят автомобили, они же, ну, их не проконтролируют. Поэтому и пытаются применять в крупных мегаполисах электротранспорт для того, чтобы вот именно эту проблему решить. А то, что там будет выбрасываться централизованно, это пока что никто как-то не рассматривает и умалчивает, как смерти в Африке, да, миллион негров, извините. В Америке говорят афроамериканцы, но я привык, учили негров, да. Русские негры, американцы. Это никого не волнует. Точно так же то, что там крупные производители энергоресурсов выбрасывают и мы не видим в городе, это не значит, что это не влияет на окружающую среду. Влияет еще как. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...